Добрый день, в эфире телеканала Югра. Новости, с вами Дмитрий Пришвицин. Сегодня ровно год с момента, когда в Югре диагностировали первый случай коронавируса. COVID-19 нашли у женщины, которая вернулась в Сургут из Италии. Глава Депздрава Югры Алексей Добровольский поделился в своем инстаграме ключевыми цифрами борьбы с инфекцией в округе. Например, за год в больницах выполнили больше миллиона ПЦР-тестов на коронавирус. Закупили 116 аппаратов ИВЛ, 113 концентратов кислорода, а всего более полутора тысяч единиц оборудования. В первую волну в красной зоне в ковидных бригадах поликлиник и скорой помощи работали 3500 медиков и 5000 во вторую. Максимальное число пациентов, которых госпитализировали за сутки с диагнозом коронавирус, 333 человека. 85 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в минувшие сутки в 16 югорских муниципалитетах. В лидерах антирейтинга по-прежнему Сургут как самый населенный город. Здесь 20 новых пациентов. А вот по второму по численности горожан в муниципалитете Нижневартовске за это время выявили лишь три случая. В Ханты-Мансийске тесты показали положительный результат 18 раз. В Нефтьюганске и Нефтьюганском районе по 8. На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 18 заболевания сопровождается пневмонией. Еще трое переносят инфекцию без симптомов. Под наблюдением медиков в Югре сейчас находятся 5152 человека. Состояние 47. Врачи оценивают как тяжелое. 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем за сутки в Югре от коронавируса вылечились 143 человека. Таким образом за весь период пандемии в регионе 51 531 выздоровевший пациент. В Покачах еще 4 многоквартирника обновили в рамках капитального ремонта. Речь о полной реконструкции системы электроснабжения. Это первое масштабное обновление для этих домов. Возраст каждого около 30 лет. К работам подрядчики приступили в ноябре прошлого года. Специалисты проложили новые силовые кабельные линии. В подъездах установили энергосберегающие лампы. Теперь собственники будут платить меньше за общедомовой расход электричества. Отмечу, ремонт делали исключительно в течение рабочего дня, чтобы не доставлять неудобства жильцам. Мы меняли в первую очередь электрические кабели, потому что изоляция высохла, кабели были алюминиевые и уже не проходили именно по сопротивлению. Мы меняли их на современные, медные и с современной изоляцией. Неудобства никаких не было. Нас предупреждали заранее, что электроэнергию будут отключать. Ну и к пяти часам где-то все включали. А там уже только после четырех темнеет на улице. Как бы уроки ребенок нормально делал. Как сообщают представители местной администрации, Югорский фонд компремонта провел торги и определил подрядчика, который будет выполнять работы еще в шести многоквартирных домах. К слову, с 2015 года в Покачах обновили 56 пятиэтажек. На объектах утеплили фасады, заменили системы электро- и тепло- и водоснабжения и отремонтировали крыши. Губернатор Югры Наталья Комарова в воскресенье будет работать в Югорске. В 15 часов состоится онлайн-встреча с жителями города. По традиции с вопросами будут работать модераторы-общественники. Например, Мария Зиновьева, куратор всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». В беседе также примут участие руководители муниципалитета. Они ответят на запросы горожан, касающиеся развития города, реализации национальных проектов. Вопросы можно оставлять в соцсетях губернатора. Там же состоится прямая трансляция встречи. Начало в 15 часов 21 марта. Югорчанка заплатила за поездку 170 тысяч рублей. Жительница Радужного решила воспользоваться услугами известного сервиса поиска попутчиков и наткнулась на мошенников. 45-летняя югорчанка выбрала поездку Нижневартовск-Радужный. Ей предстояло проехать всего 165 километров. С ней связался водитель и представился как Александр. После этого он предложил оплатить поездку заранее. Женщина перешла по предложенным мошенникам ссылки и попала на фишинговый сайт. После этого с ее счета начали пропадать деньги. Общая сумма составила около 170 тысяч рублей. В окружной полиции рассказали, что такие случаи происходят достаточно часто. С начала года правоохранители зарегистрировали около 50 похожих эпизодов. Мошенникам удалось присвоить более 1 миллиона рублей. В Югре за сутки в трех авариях пострадали 5 человек. Одно из ДТП случилось накануне вечером в Ханты-Мансийске. По предварительным данным девушка на иномарке нарушила правила расположения машин на дороге. Автомобиль выехал навстречу, где столкнулся с ВАЗом. Водители и пассажиры отечественной машины получили травмы. Также за 24 часа инспектор ГИБДД поймали на дорогах Югры четырех пьяных водителей. Двое из них сели за руль под градусом уже не в первый раз. Еще 25 человек получили штраф за выезд на встречку. Три десятка водителей пренебрегли здоровьем собственных детей и не пристегнули их ремнями безопасности. Нижневартовский врач-эндоскопист показал необычную коллекцию. В ней множество мелких вещей, от орешков и семечек до ювелирных украшений. Объединяет эти находки то, что их доставали из пищеводов и желудков маленьких детей. За год в окружную детскую больницу Нижневартовска попало полсотни юных пациентов, которые проглотили или вдохнули какой-то инородный предмет. Какой вред они могут нанести ребенку и как избежать подобных случаев, узнавала Елена Составова. Недавно в интернете появилась новость. Школьник из Великобритании проглотил 54 магнита. Врачам он объяснил, что хотел обрести суперсилу и притягивать железо. Мальчика спасли. Но такие эксперименты среди детей не редкость. В Нижневартовской окружной детской больнице довольно часто спасают маленьких супергероев. Сейчас жизни годовалого Паши Романычева из Кандинского района ничего не угрожает. На днях его выписывают домой. 20 января мальчик проглотил батарейку от пульта для новогодней гирлянды. Мама сразу обнаружила пропажу и вызвала скорую. Попали в ханты. В хантах вытащили. Воспитализировали сюда с ожогом пищевого. Здесь пережили две операции. Спасибо врачам, которые нам помогли, которые спасли моего ребенка. И желаю родителям смотреть, чтобы такого не получилось. Ювелирные украшения, магнитные шарики, семечки и орешки. Вадим Шарапов даже не пытался сосчитать количество предметов из коллекции, собранной за 15 лет. Иногда инородные предметы попадают в такие закоулки пищевода, что достать их становится сложнейшей задачей даже для опытного хирурга. В идеальных условиях вот так все это проходит. Но, к сожалению, идеальные условия это очень-очень редкие. Как правило, все это осложняется тем, что там пища, там кровь. В числе самых опасных предметов магнитные шарики, игрушки антистресса «Неокуб». Проглоченные по одному с интервалом в 10-15 минут, они притягиваются друг к другу и сжимают внутренности мертвой хваткой. Ребенок начинает испытывать сильнейшую боль. Ну, допустим, вот отсюда желудок, а с этой стороны кишка. Может тонкая, может уже толстая. И вот они там вот так встречаются. Ты заходишь, видишь шарики. Ну, красота какая. Попробовал, а она не эта, она как-то фиксирована. По снимку еще раз посмотрели. С этой стороны видно, допустим, два шарика только. А по снимку их там штук шесть. А где остальные? А остальные с этой стороны кишки. Но самые опасные предметы из коллекции – плоские батарейки от пультов. Они наносят электрохимические травмы и прожигают пищевод. Кроме того, по бокам появляются зазубрины, которые царапают слизистую. Неизвлеченная вовремя батарейка может привести к летальному исходу. Бывают и эксклюзивные случаи, когда большие неприятности приносят безобидная на первый взгляд вещь. У нас был ребенок, которому было всего 10 месяцев. Она проглотила шарик, который содержит гель. Они такие красивые, цветные, разноцветные. И их используют для того, чтобы увлажнять домашние растения. И вот этот шарик у нее в кишечнике, он набрался воды и, соответственно, вызвал кишечную непроходимость. Мама, естественно, об этом даже не знала. Причину недомогания обнаружили только во время операции. Серьезное испытание для ребенка, которому нет еще и года. Ежегодно через хирургическое отделение проходит несколько десятков юных пациентов с инородными телами в желудке и бронхах. Врачи советуют тщательно следить за квартирой, как только ваш малыш начнет ползать. Он познает мир и любопытство подтолкнет его попробовать на вкус любую случайную находку. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадио-компания «Югра», Нижневартовск. А теперь к событиям культуры. Сегодня в Ханты-Мансийске стартует неделя итальянского кино. Югорский кинопрокат приглашает югорчан посмотреть пять увлекательных фильмов. Это уникальная возможность для тех, кто любит солнечную итальянскую культуру и европейское фестивальное кино высокого уровня. К слову, продлится этот проект до 24 марта. И к новостям спорта. Сегодня в Ханты-Мансийске стартует первенство автономного округа по синхронному плаванию среди трех возрастных категорий. До 13 лет, от 13 до 15 и от 15 до 18. В состязаниях участвуют 100 спортсменок из Ханты-Мансийска и Сургута. Девушки представят обязательную, комбинированную и техническую программу в соло, дуэтах, группах и акробатике. Состязания продлятся до 22 марта. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 14 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 73 рубля 10 копеек. Стоимость европейской валюты снизилась в цене на одну копейку за один евро. Сегодня предлагают 86 рублей 96 копеек. На этом у меня все. До новых встреч на телеканале Югра.